Май Он победил, он победил, он стал чемпионом Турции Хвала Аллаху, все кончено Фатма, звонил Ильяс, включай телевизор Сестра, смотри Вы посмотрите на брата Ильяс, чемпион Ильяс, чемпион Смотри, смотри, он там Ильяс, идем, идем, идем сюда Хорошо, но как мы туда пробьемся? Лучше бы ты не приходила Что ты такое говоришь, Тахир? Как мне не прийти? Сегодня у меня праздник, все кончено К счастью, все кончено Брат! Сибель, скажи Ильясу, чтобы пришел и забрал Осье Хорошо, постой Ну же, кто обижается в такой день? Большое спасибо, что поддержали меня В самый прекрасный день моей жизни Большое спасибо Я обязан этой победе Хелин Сизиоглу Обнимай, ты все равно больше не увидишь его Друзья Я очень давно подозревала, что Ильяс Авджи добьется подобного успеха И мы, соответственно, готовились Ильяс Авджи Хилель Моторс хочет сделать тебя чемпионом Балкана Мы будем твоими спонсорами один год На следующий год мы с тобой вот так же Завоюем и тот кубок Мы верим в тебя Ильяс чемпион Ильяс чемпион За чемпионат Балкан Я даю вам слово, что в следующем году Через год я добуду вам этот кубок Ильяс чемпион Ильяс чемпион Ильяс чемпион А где Сия? Была здесь Перестань Только не сейчас, малыш Умоляю Сейчас не время Совсем не время Мы уйдем отсюда Подожди Прошу тебя, не надо Как она могла исчезнуть? Раз вы привезли ее сюда Почему не следили за ней? Она на девятом месяце беременности Лучше на себя посмотри, чем на нас кричать Она месяцами ждала, когда закончатся эти соревнования Конечно, она опешила, услышав о твоих планах Салиха А Сия будет определять его спортивную карьеру Разве можно упускать такой шанс? Это наша непосредственная работа Давайте продолжим поиски Позвоните ее семье Может, она поехала домой? Давай, Салиха Тетя Мария Манна Тетя Мария Манна А Сия Что случилось? У меня воды отошли А что ты здесь делаешь? Тетя, у меня отошли воды У меня схватки Заходи в дом Заходи Проходи Присаживайся Успокойся Тетя, послушай Если ты позвонишь кому-нибудь из того дома, клянусь Я не рожу этого ребенка Хорошо Я и себя убью И его убью Я поняла, обещаю Ладно, ладно А ты успокойся, облокотись Я схожу быстро, вызову такси и сразу вернусь Не уходи, прошу тебя Не уходи Не бросай меня По-моему, я рожаю Прошу тебя Слушаю Что? Подожди, я поблизости Сейчас приеду Сейчас Только без паники Тетя Тетя, я рожаю Нет, дочка, ну что ты Успокойся Сейчас придет машина Тише, все хорошо, дочка Подожди Скоро она приедет Успокойся, Асия Отпусти мою руку, Асия Успокойся Асия Асия, я дам тебе тряпочку Прикусишь ее, ладно? Так будет удобнее Стисни зубы, деточка Я его ненавижу Куда она ушла? Что она делает? Я с ума сойду Илья, сначала успокойся, дружище Мы думаем, подожди Я обо всем хотел рассказать Асия После родов Но Хелин очень болтливая Когда она увидела прессу Конечно, она им все выложила В подробностях Ильяс, она деловая женщина Абсолютно естественно Что она так поступила Еще раз съездим К ее бабушке Давайте съездим Он сейчас родится Он сейчас родится Нет, дочка, нет Тебе так кажется Еще не время Потерпи, немного осталось Машина уже едет Спасибо Ты быстро приехал Поскорее поедем в больницу Хорошо Стой, стой, стой Стой, не надо Стой, стой По-моему, она действительно рожает Иди, вскипяти воду Стой, не уходи Я сейчас стою Не бросайте меня Я сейчас Не бросайте меня Погоди, погоди Я здесь Что мне делать? Как мы будем принимать роды? А что остается? Ребенок вышел наполовину Давай, погоди, дочка Потерпи Подожди, дочка Подожди Тетя Марьяман Очень больно Очень больно Какое счастье Какая радость На, возьми его Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Maşallah Субтитры сделал DimaTorzok Ne güzel değil mi annesi Maşallah Maşallah Ben anne oldum Kalbimi çıkartılar Kucağıma koydular sanki Bu minik tatlı şey Benim bebeğim mi şimdi? Ah İlyas ah Keşke yanımızda olsaydı Hastaneye gitmek lazım Muayene getirmek lazım ikisini de Doğru Doğru Kızım Güzel kızım Şükür normal güzel bir doğum yaptın ama İçeride parça kalabilir Ne olur ne olmaz mazallah Bebe bebeğin testi olması lazım Aşısı var Hastaneye gidelim Tamam tamam Siz alın bunu Zaten Uyudum Uyuyorum Kalkayım 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 Dur 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 Cevşik yardım etsin sana Kocana ailene falan da haber vermek lazım Annemleri ararım ben Sen bebeği al kapıya çık Ben Asiye'yi giydireceğim Geliyoruz tamam mı? Gel kızım gel Yavaş yavaş Ben Asiye'yi stores Alexander Bence Ben Asiye'yi Купи подгузники. Самый маленький размер. Это девчонка сумасшедшая. По ней психушка плачет. Живот на носу, а она разворачивается и уходит. Нет, ее нужно где-нибудь закрыть. Салих, ей никаких детей нельзя доверять. Нет. Я лишусь рассудка. Кажется, приехали. Дай сюда. Как и не нашли. Мы опросили больницы, но тщетно. Я с ума сойду. Куда она подевалась? Мы бы узнали, если бы она родила, правда? Вес нормальный. Три килограмма, сто граммов. Мы проверим органы. Какой спокойный мальчик. Как его имя? Мы еще не назвали его. Мы взяли пару анализов. Я приду, когда станут известные результаты. Но сейчас он выглядит вполне здоровым. К счастью, это сильный и крепкий парень. Очень срочно нужна одежка для младенца. Конечно, сейчас. Он только родился, а у нас ничего нет. Если только родился, то вот это подойдет. Хорошо. Ладно, ладно, это подойдет. Только быстрее. Конечно. Сколько с меня? 110. Поздравляю вас. Наверное, ранние роды вас застали врасплох. Мальчик или девочка? Мальчик. А как назвали? Мехмед. Не знаю. Еще не назвали. Все в порядке. Отдыхайте. Раз появилось молоко, значит проблем нет. Спасибо. Как мой сын? Очень хорошо. Все в полном порядке. Три килограмма сто грамм. Да ты что? Ну, как ты его назовешь? Мы не думали об имени. Чтобы не сглазить. Моя сестра два раза беременела. Мы придумывали имена. А потом у нее случались выкидыши. Мой сладкий. Я купил пару вещечек. И подгузники тоже. Какой ты молодец. Малыш лежит в тряпье. Большое спасибо. Я создала вам столько проблем. Дома все есть, но... Мамочка, смотри, какая прелесть. Как же они будут к лицу нашему мальчику. Ты только посмотри. Вообще-то, мне нравится одно имя. Я не знаю, что вы на это скажете. Я хочу назвать его Мехметом. Я очень люблю это имя. Правда, господин Джамшит? Прекрасное имя. Малыш, мой крошечный мальчик. Тебе нравится это имя? Хочешь, тебя будут звать Мехметом. Вы помогли ему родиться. Вы и дайте ему имя. Идем ко мне, малыш. Идем к нам на ручке. Идем. Тебя будут звать Мехметом. Пусть твоя жизнь будет долгой и счастливой. Дай-то Аллах. Надеюсь, он будет хорошим и достойным человеком. Здоровым, крепким мальчиком. Гордостью родителей. Сынок, сыночек. Тебе нравится твое имя? Тебе нравится, как тебя зовут? Ах, мой дорогой. Мой ненаглядный. Как твои дела? Ты в одиночку родила? Ах, мой сладкий. Какой он замечательный. Дорогой. Дедушка, посмотри, какая он прелесть. Смотри. Золотой мой. Мы выполнили свой долг, нам пора идти. Огромное спасибо за все. Я заставила вас провозиться со мной всю ночь. Простите. О чем речь? Мы ничего такого не сделали. Ну ладно, птенчик. Добро пожаловать на свет. Ты была повитухой. Мы теперь часто будем приходить к тебе. И вам большое спасибо, господин Джамшит. До свидания. Мария Манн. Спасибо. Немедленно рассказывай, что ты делала с этими женщиной и мужчиной. Где ты была? Мы всю ночь тебя искали. Где ты рожала? Что случилось? Почему она ушла? Я не знаю, папа. Бог знает, что случилось. Не скрывай. Что произошло? Добро пожаловать, Джамшит. Господин Салих, какими судьбами? Ваша невестка родила. Не волнуйтесь. И она, и ребенок в полном порядке. Фатма, наша невестка родила. Но, кажется, есть какие-то проблемы. Она вам не звонит. Я решил приехать и рассказать вам сам. Она сейчас в больнице. Асия родила? Мой сын родился? А ты откуда знаешь? Мария Ман позвонила. Асия пришла к ней домой. Когда я приехал, роды уже начались. Мы не стали везти ее в больницу. Отвезли ее в клинику под утро после родов. Только что приехала ее мама. Нет, вы это видели? Как она могла не позвонить? Я не ожидала этого от Мария Мана. Ну что ж, ладно. Раз она не сообщает мне новости, то пусть остается там, где она сейчас. Не бросай девушку одну. Сейчас не время. Ты же был рядом. И обрезание бы сделали. Зачем так спешишь сообщить новости? Ильяс. Спасибо, Джимшит. Вот мерзавец. Не стесняется. Приходит рассказывать, что моя жена родила. Да еще и советы дает. Человек пришел из добрых побуждений. Сообщил новости. Чем ты недоволен? Как она могла родить сама, не предупредив об этом мужа? Сынок, что у вас случилось? Вдобавок ты нас ни во что не ставишь? Фатма, не нагнетай обстановку. У нас родился внук. Наш первый внук. Поехали в больницу. Давайте, ребята. Вы поезжайте. Меня она видеть не хочет. Пошли, зять, пошли. Увидишь ребенка, перестанешь злиться. Заодно и потребуешь от жены отчета. Правда, пошли. Ну, поехали. Надо ехать. Что значит роды принимала Мария Мана? Что ты делала в ее доме? Что это за дружба такая? Где Ильяс? Ильяса больше нет. Все кончено. Мы расстались. Роды лишили тебя рассудка. Ты не можешь здравомыслить. Я не могу поладить с Ильясом. Он будет участвовать в балканском чемпионате. У него нет времени на детей, на дом и подобные дела. Папа, отвезите меня домой. Я хочу остаться в своей комнате. Я больше не выйду из дома. Давайте. Поедем поскорее. Прошу вас. Держи. Держи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мой золотой, моя крошка, моя лапочка, солнышко мое. Как дела? Какой ты крошечный. Какой он сладкий, мой милый. Осия, он просто чудо. Поздравляю, Осия. Желаю счастья. Погоди, мы посмотрим немного, полюбуемся на ребенка. Ладно, мы понимаем, ты не пришла в себя. Ты вернулась на руках с младенцем в отчий дом. Но поговорили бы, в чем ваши трудности и проблемы. Что опять случилось, папа Бахатин? Почему она приехала сюда? Почему вернулась? Что у нее случилось с Риасом? Ладно, Илья, сумасшедший, это ясно. Но почему не приехали ее свекровь и свекор? Говорит, что расстались. Конечно, вот так и будет, если вести себя так вздорно. Этого и следовало ожидать. Нет, женщина только что родила ребенок с ноготок. Как они могли отпустить их из больницы? У них в голове нет ни грамма мозгов. Они провели обследование, все нормально, проблем не нашли. Она не хочет меня видеть, в этом все дело. А действительно, почему Осия скрывается от тебя? Мне это тоже интересно, сын. Почему? Нет, они даже на звонки не отвечают. Они утаивают от нас ребенка, Салих. Помяни мое слово. Так и знай, сынок. Осия, он такой крошечный. Осия, мы тебя всю ночь искали. Меня только к утру привезли домой. Что опять случилось? Почему ты ушла? Ты не слышала, что он вчера сказал? Все начинается заново. Только я размечталась, что после чемпионата это кончится. Как он собирается готовиться к еще более трудным гонкам. Да еще и с Хелин. Я сама была в шоке, услышав о его решении. Но у тебя теперь есть ребенок. А Ильяс отец этого карапуза. Он дал мне слово Салиха. Обещал мне дом. Обещал отдельную жизнь. Если я буду жить одна с его родителями, то зачем я вообще выходила замуж? Я очень устала. Я даже думать об этом не хочу. Все наладится. Когда папа увидит тебя, он одумается. Правда, мой зайчишка? Приехали. Будем вести себя надменно. Утрем Ильясу нос. Здравствуйте, господин Бахатин. Кажется, моя невестка и внук здесь. Здесь, конечно. Где им еще быть? В чем дело, Ильяс? У тебя рождается сын, а тебя нет рядом с женой. Мне тоже интересно, почему меня не было. Ильяс, возьми себя в руки. Что происходит, госпожа Сехер? Вы даже не удосужились сообщить нам новости. Почему мы узнали о рождении внука от посторонних людей? Мы со вчерашнего вечера повсюду ищем Осие. Поехали в больницу, но и там вас не оказалось. Вы даже на звонки не отвечаете. Мы сами только утром узнали. Не надо отыгрываться на нас. Я и так в недоумении. Я и не поняла, как мы вышли из дома, как мы приехали в больницу. Осие говорит, они расстались. Вы сначала это объясните. Сынок, Осие, где ты была? Зачем ты так поступаешь? Ты сказал, что вчерашние соревнования последние. Оказалось, нет. Вчера я узнала об этом вместе со всеми, когда выдавали с Хилин интервью. Я и о том, что мы женимся, узнала вместе с посторонними. Осие, я хотел поговорить с тобой позже. Я не хотел тебя огорчать. Ты и так из-за всего злишься. Ильяс, я стала матерью. Я больше не намерена так жить с тобой. Не хочу. Мы много обсуждали это. Ты дал мне столько обещаний, но не сдержал. Не смог сдержать. Тем решением ты сделал свой выбор. Это моя жизнь. Ты не можешь притеснять меня в выборе. Не могу. Я, наоборот, облегчаю тебе жизнь. Не получается. Ты видишь? Поэтому я отпускаю тебя. Осия, ты моя жена, а это мой сын. Как ты можешь так говорить? Будто ты не знаешь, как сильно я люблю тебя. Больше я не уверена в этом. Какой замечательный. Моя ласточка. Мой внучок. Мой маленький. Осия, что это за чудо? Салих, посмотри на него. Вылитый Ильяс в детстве. Послушай, юноша. Осия решила остаться в этом доме. И, наверное, она продолжит оставаться здесь, пока ты не станешь отцом и мужем. Ты пообещал, что бросишь соревнования, когда женился. Помнишь об этом? Если ты будешь настаивать на этом, у вас ничего не выйдет. Запомни. У меня родился ребенок. А вы до сих пор выдвигаете мне условия? Я без дела не сидел. Вчера я стал чемпионом. Вы понимаете, какого успеха я достиг? С тех пор, как ты забрал меня от родителей и привез к себе домой, ты ни дня не вел себя, как семейный человек. Ты не сдержал ни одного данного обещания. Чтобы сдержать их, тебе предоставлялось множество возможностей. Ну что ж, я желаю тебе успехов. Но мне не нужна такая жизнь. Поэтому не утруждай себя. И оставь меня в покое. Асия, дочка, ты сейчас очень устала. Эта проблема так или иначе разрешится. Не беспокойся. Сейчас самое главное, это чудо, подаренное вам Всевышним. К счастью, у нас родился здоровый и крепкий внук. Остальное уладится. Мы здесь не будем больше задерживаться. Пусть Асия отдохнет. Сейчас не время говорить об этом. Пошли. Асия, я решил не вмешиваться. Но ты что, больная? А ты только понял. Почему я сегодня ни на кого не могу злиться? Потому что ты стал дядей. Ты права. Примяшка, как дела? Смотри, какой миниатюрный. Скажи, дядя, что за прелесть? Как такое могло родиться? Я еще даже не брал сына на руки. Мне показалось, что если возьму, то уже не смогу выпустить. Поэтому остановился. Я не нужен Асия. Я это не по словам, а по взгляду понял. Она на меня иначе смотрела. Теперь все кончено. Не могу в это поверить. Значит, она шантажирует тебя только что родившимся ребенком? Не могу поверить в жестокость этой женщины. А еще говорят, что мужчины безжалостные. И что ты теперь будешь делать в этом случае? Ты все бросишь? Ребенок будет расти без отца? Ты загнан в угол. Придется послушать жену. Я и не игрушка. И я ничего не намерен бросать. Пусть пеняет на себя. Мы поговорим с Асией и померим вас. Что ты так расстраиваешься? Это был умный ход. Не огорчайся. Илья снова ее обманет. Не переживай. Они помирятся. Ты не обижайся. Это очень хорошая программа. Смотри на здоровье. Скоро школы закрываются. Я поеду с друзьями в Фочу, в дом для учителей. Меня не будет месяц. Ты спокойно вздохнешь один. Потом уже сделаю перевод. Я навсегда исчезну отсюда. Я кое-что слышала от Джанката. Асия родила, но живет у родителей. Почему? Обычная история Асия и Ильяса. Ничего серьезного. Я не знаю. Кажется, на этот раз все серьезно. Она даже народа не позвала Ильяса. Я не хочу, чтобы ты уезжала. Ты замужняя женщина. Будет нехорошо, если ты поедешь туда совсем одна. Это не настоящий брак. Кажется, ты забыл. Но все равно нужно соблюдать приличие. Даже для виду. И что делать, Тахир? Ты меня повезешь в отпуск? Папа Салих много лет не разрешал. А в этом году я поеду. Если ты так хочешь, я отвезу тебя в отпуск. Нет, спасибо. Не надо. Моё крошечное чудо. Посмотри на нас. Я надеялась укладывать тебя в нашем доме. Между мной и твоим папой. Я много месяцев мечтала об этом, когда носила тебя в своем животе. Между мной и твоим папой. Иногда твой папа проезжал вот так здесь, на мотоцикле. Что для него может быть важнее нас? Как может быть? Ильяс, ты потеряешь семью. Зачем ты так упрямишься? Я не упрямлюсь, мама. Мне удалось добиться того, о чем я мечтал всю свою жизнь. Теперь мне открыта дорога. Как я могу перечеркнуть труд, которому отдал столько лет? Она даже это мне отравила. Хорошо. Повернись спиной крошечному ребенку. Через пару дней упрямство осье будет сломлено. Я в этом уверен. Она так со мной не поступит. Она вышла за меня, прекрасно зная об этом. Сынок, это тебе не контракт. Вышла, зная об этом. Ушла, зная о том. А то было обоюдно. Человек меняется на протяжении жизни. Проходит множество этапов. Посмотри на меня с отцом. Мама, послушай. У меня в жизни случилось прекрасное, потрясающее событие. Пусть гордится мной. Пусть поддержит немного. А как иначе? Ильяс, на самом деле, осие не может видеть себя с той женщиной. Там манипулируют тобой, оказывая поддержку, предлагая работу, бизнес. Осие по-своему права. Какая бы женщина вытерпела? Пусть не сходит с ума. Когда я умираю по осие, как я буду засматриваться на других женщин? Тогда я не буду выходить на улицу. Иначе не приведи Господь. Взгляд скользнет по-другой. Хорошо. Не выходи, не выходи. Ты теперь стал знаменитым. Девушки разорвут тебя. Ах, сынок. Ты еще будешь посыпать голову пеплом. Сбереги свою семью. Ну ладно. Спокойной ночи. Никаких тебе, мама-папа. Сначала научись говорить дядя. Дядя. Теперь повтори. Будто он тебя понимает. Отойди от малыша. Ты замучил его своей болтовней. Отойди от него. Он понимает, понимает. Мой племянник понимает. К таким вещам приучают с первых дней. Джанкат, тебе не нужно идти на занятия. Живо ступай в школу. Кстати, о школе. Вы подписали, мама? Что подписали? Разрешение на летний лагерь. Вы решили его отправить? Пусть едет, пусть. Это недалеко. Это в Эрдике. Хорошо. После школы зайди к зятю и подпиши. Нет, так не пойдет. Документы должны подписать непременно мама или папа. Это условия учителя. Мой красавчик. Племяшка. Давай я возьму его. Племянник. Господин Осман. Что вы здесь делаете? Ничего. Просто гуляю. Здесь? А где твоя машина? Припарковал на соседней улице. Ты пришел меня повидать? Как живешь? Как брак? Самый тихий в мире дом. Я отдыхаю морально. Хотел предложить, если есть время, посидим где-нибудь, поговорим, посекретничаем. Я не намерена быть убитой твоей сумасшедшей женой. Нет. Ты не скучала по мне? Я ради тебя наврал с три короба. Чего только не терпел. И почему? От страха, Осман. От страха. Я соскучился по твоему высокомерию. По твоей вспыльчивости. Субтитры подогнал «Симон»